Точные экономические потери из-за пандемии по-прежнему трудно оценить. В то время как лишь некоторые компании не пострадали, многие столкнулись с серьезным выбором. На этой неделе в Бизнес-Планет мы сосредоточимся на поддержке ЕС в связи с коронавирусом для малого и среднего бизнеса. Мы приехали в Финляндию, где одна компания получила необходимую помощь, чтобы пережить ковид-шторм, и теперь процветает. Garden Living — это преуспевающий садоводческий бизнес. Компания, расположенная недалеко от Хельсинки, специализируется на растениях и садовых товарах и предлагает множество индивидуальных услуг, включая ландшафтный дизайн. В этом году бизнес процветает, но 12 месяцев назад, когда разразилась пандемия и вступили в силу ограничения, все было не так радужно. Эва, как обстояли у вас дела в это время год назад? О, все было очень плохо. В марте заказы в рестораны были отменены. В то же время мне пришлось оплачивать счета за начало сезона садоводства. Они все шли и шли, и мне приходилось их оплачивать. Все навалилось сразу. Как и сотни тысяч владельцев малого бизнеса в Европе, Эва столкнулась с кризисом ликвидности. К счастью, она смогла встать на ноги и оплатить счета с помощью кредита, выданного ее банком под гарантией Евросоюза. Насколько сложно было получить кредит, и насколько привлекательными были условия? На самом деле, все оказалось довольно просто. Я позвонила в банк, и через два дня нам одобрили кредит. Условия были хорошие. Кредит Эвы стал возможен после того, как Европейский инвестиционный фонд выделил 8 миллиардов евро для поощрения банков к кредитованию. Совсем недавно созданный фонд восстановления «Следующее поколение ЕС» в 750 миллиардов евро призван помочь оправиться экономике Европы, пострадавшей от пандемии. Чтобы узнать больше о том, что все это значит для малого и среднего бизнеса, мы поговорили с одним из экспертов. Юана, мы только что видели пример компании, которая смогла получить кредит под гарантией ЕС. Какие шаги следует предпринять другим компаниям, желающим получить доступ к этому типу финансирования? Есть много возможностей для малого и среднего бизнеса, заинтересованного в финансировании ЕС. Например, европейская сеть предприятий предоставляет компаниям консультации по этим вопросам и помогает им найти подходящие схемы для бизнеса. Сейчас мы видим, что экономики по всей Европе снова оживают. Какая еще помощь ЕС будет доступна, чтобы помочь компаниям встать на ноги? Что касается Гарден Ливин, компания надеется извлечь выбор. Это был чрезвычайно сложный год, но вы смотрите в будущее. Что в ваших планах? Несмотря на проблемы в начале прошлого года, мы все же выросли на 12%. Люди больше оставались дома и захотели преобразить свои сады и дома. К счастью, в этом году мы заметили, что компании снова начали инвестировать в озеленение. Мы планируем вырасти на 20%. На этом планета бизнеса окончена. Чтобы узнать больше о различных схемах ЕС, призванных помочь компаниям справиться с пандемией, заходите на наш сайт. Спасибо и до скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!